Как писать русские слова английскими буквами? Иногда возникает такая проблема, когда нет русской клавиатуры, возможно, писать на русском, но, конечно, если люди понимают, if people understand English, you can write in English, вы можете писать на английском. То есть не просто переводить символы и буквы в английский, а, например, я не понимаю, не я не понимаю писать на английском, а, I don't understand, it's English practice, это практика английского языка, и это полезно, it's very helpful. Так, и давайте посмотрим, тем не менее, как вот у нас с вами русские буквы превращаются в английские. Ну, а, это будет а, б, б, в, в, г, д, д, е, и, ё, также и, а, вот, g, z и h, комбинация букв, далее, z это z, e это i, и краткое e, k также будет k, и l это l. Ну, давайте с вами разберем пример. Например, как мы скажем дома? Ну, в принципе, это все понятно. Получается, до-ма. Просто все эти буквы такие же, в принципе. Ничего сложного нету. Там, знает, там, знает, то есть буквы совпадают. А вот эти, скажем слово посложнее, желудь. Значит, g это пишется вот так, и получается, ё это е, и английское жо-лу-ть. Ну, в принципе, например, вова. Вова, это именно в, а не w. Значит, давайте с вами другие слова посмотрим. Значит, m это будет m, n, n, o, u, p, p, d, r, r, c, s, t, t, u, u, f, f, и х, или х, k, h. Давайте с вами теперь разберем дополнительные примеры. Ну, допустим, одним словом сказать тату. В принципе, вот это слово легкое. Та-ту. Давай следующее слово с вами скажем. Например, хата. Как мы скажем слово хата? Хэ это кей-эйч, ха-та. Далее. Ну, в принципе, ничего сложного нет. Самое основное это вот знать, как хэ это. Кей-эйч. И далее давайте двинемся. Последнее. Это цэ, цэ, чэ, си-эйч, шэ, эс-эйч, щэ, эс-эйч, сэйч, 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 сэйч. Далее. И, y, мягкий знак, в принципе, для удобства пишется, видите, апострах вверху. И твердый знак тоже. Э это и, ю это, y, ю, и я это, y, a. Например, давайте скажем, я знаю, как мы с вами скажем, я, значит, зэт, зна, а ю это у нас, y, ю, получается, я знаю. Слово число. Получается, си-эйч, число. В принципе, ничего сложного нет. Дальше, смотрите, еще дополнительный пример с вами разберем. Например, цапля. Получается, са, п, л и я. Звукля получает цапля. Ну, на самом деле, вот самое важное, это как раз уметь перенести, то есть, звуки именно вот такие сложные, как вот на этом слайде. Сэ, чэ, шэ, чэ и другие. Но, опять же, если мне кажется, просто мы с кем-то переписываемся, мне кажется, просто очень удобно написать на английском. Не я, там, знаю, а написать I understand. Мне кажется, это так естественно, прямо так и хочется написать это именно на английском. I understand. I understand. Все, и не нужно еще думать. И дополнительная практика по английскому, как говорится, additional, это дополнительная additional English practice. В принципе, все ясно, все очевидно, и, как говорится, лишняя практика никогда не бывает лишней. I understand. Additional English practice, of course, it's very, very good.